Давным-давно Офетные сны, креснили Оф! Ой, привет, ребята! А вы меня узнали? Это же я, ваша ненаглядная Флешечка! Привет, Флешка! Салют, друзья! Привет, Димка! Молодец, что не опоздал! Нес то, что я тебя просила? Конечно, у вас есть полотенце и веревочек. Вот спасибо, то что надо. Пока вытворяшкин делает свои уроки, вместо фокусов-мокусов я вам такое покажу. Такое. Какое? Интересное, необычное и завораживающее. Знаешь, кстати, что такое завораживающее? Замораживающее, знал. Это же мороженое. Да не замораживающее, а завораживающее. Это когда от чего-то глаз не можешь отвести. Что, от полотенца, что ли? Или от бутылки и веревочки? Зря смеешься, Димка. Сейчас я такое покажу. Сейчас ты своими глазами увидишь, как вода снизу вверх течет. Что? Вода снизу вверх? Так не бывает. И еще как бывает. Не может быть. У меня дома течет вода из крана только вниз. Даже если прольешь, тоже вниз. Или у тебя какая-то особенная вода? Нет, обыкновенная. Да что говорить. Вот сейчас все сами и увидите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А теперь кладем веревочку и бумагу в воду. И начинается самое интересное. Так. Держи. Ух ты, какая красота. И вправду вода вверх потекла. А как же это получилось-то? На самом деле на воду и на нас с вами действует закон притяжения. И вода просто так вверх течь ну никак не может. Но пропитывая ткань или бумагу, вода все-таки поднимается вверх. То же самое, ребята, происходит, когда от корней по стволу сок поднимается к самим-самим веточкам деревьев. Чудо? Чудо. Ну не волшебное, а научное. Научное? Понятно. Хм. А мультик это какое чудо? Мультик? Тоже научное. Ведь есть такая наука. Мультипликация. Да. И сейчас мы на нее посмотрим. Давай. Обожаю мультипликацию. Мне тоже нравится. Хотя физикой и математикой мне нравится больше. Ой. Флешка, флешка. Ладно, ты сама за одной партой сидела. Тогда бы я. И не мечтай. Я списывать не даю. Самому учиться нужно. Правильно, ребята? Ой, Димка, давай уже прощаться. А то мне как-то спать охота. И мне охота. Ладно, пока, друзья. Цветных вас нов. Цветные сны совсем не спят. Чтоб нам спалось не скучно. Ну, чтобы их не упустить. Надеть пижамку нужно. В постели тихо задремать. И звездами укрыться. И сон цветной за хвост поймать. Он спрячется в ресницах. И будет тихо снится. И будет тихо снится. И будет тихо снится.